На этой неделе главе КОМИ представили книгу «Они были первыми». В ней биографию 350 секретарей райкомов. Кто они такие и чем отличились, молодежи, которые КПСС не застала, уже надо объяснять отдельно. И не в рамках этой программы. Что радует в таких случаях меня, так это то, что мы не открещиваемся от своей истории и отдаем должное родителям. По-моему, интерес к прошлому – это примета времени. В подтверждении еще одно издание «Выборы в КОМИ». Второй том посвящен моментам становления советской власти. На его страницах Любовь Лапина нашла много интересного. Это довольно внушительное издание, продолжение большого проекта избирательной комиссии КОМИ, вторая часть. Первая книга была посвящена еще дореволюционным выборам в Государственную Думу Российской империи. Работа над вторым томом растянулась на несколько лет. Только на поиски документов в архивах и тщательный отбор материалов у авторов издания ушло почти два года. Затем еще полгода на компоновку и написание самой книги. Заведующий отделом использования и публикации документов Национального архива Леонид Казьюра вспоминает, в этом зале он провел не один час в поисках нужной папки. О многих сотнях делах однозначно речь идет, возможно даже и о тысячах, тем более, что мы ведь отбирали документы не только по органам власти, автономной области, районным, местным, но и, конечно, по фондам партийных организаций, которые тоже очень четко занимались и организацией выборов, и регламентацией выборов, и обсуждали итоги выборов. И вот сказать то, что в итоге появились вот эти перечни, а это порядка 500-600 документов всегда было включено. И это еще выборка. Многие документы архивариуса не стали сканировать, иначе бы счет и вовсе пошел на тысячи. Выбрать самое интересное из такого числа задача не из простых. Потрепанные за почти 100 лет бумаги расшифровать порой было сложно. Печатные машинки тогда использовались крайне редко. Большую часть документов заполняли от руки, причем не всегда почерк был каллиграфическим. Понять, что написано, тем более почерки у всех разные, это и то, конечно, была огромная трудность. Но, конечно, с этой трудностью мы столкнулись и позднее, когда вот уже материалы по выборам искали за 20-е годы, потому что там, понятно, тоже печатных машинок было не так много по всей области, поэтому тоже масса рукописных текстов. Но нас, конечно, спасало одно, то, что вот наиболее важные документы, которые, значит, поступали, значит, в обком партии, или в область полком, они, конечно, печатались все-таки в машинописном виде. И тем не менее, авторам издания среди тысяч документов удалось отобрать самые интересные и характерные. Эпоха на страницах книги чувствуется даже обывателями. Этого, признаются авторы, они и пытались добиться. Соблюсти научность, объективность и при этом подготовить издание для широкого круга читателей. Избирательная история этих лет и вправду поражает. Я, может быть, даже не очень обычно. Вот такая организационная сторона в некоторых случаях, она довольно любопытная. Ну, вот, скажем, на весь Уссесоль, Сыктывкар, было аж на 43 избирательных участка. При том числе жителей, которое было, несопоставимое с современным. Следующий, например. И тогда использовали любое помещение маломальское, даже в наркомате внутренних дел, для организации избирательного процесса. Это особенно характерно 34-35 год. Во время этой избирательной кампании тут есть и документы. А вот еще интересный пример. Календарный план работы. Вот он, весь календарный план работы по выборам. Вот он. Шесть пунктов. Да. А сейчас это 20 печатных страниц. При этом историки отмечают, с точки зрения технологии никаких серьезных изменений с тех пор не произошло. Выборы также проходили по избирательным участкам. Выдвигались кандидаты, было тайно голосование. Особенность только в том, что это была молодая страна. Сначала Советская Россия, потом уже Советский Союз. Принцип организации выборов только формировался. И далеких от политики северных людей нужно было привести на те самые участки. Для этого в ход шла массовая агитация. Привлекали к ней даже пионеров. Причем агитировали не за кого-то из кандидатов, а просто за сами выборы. Так, из аналитического обзора Коми обкома ВКПБ в 1925 году становится известно, из-за недостаточной явки, менее 35%, результаты выборов были отменены и назначены повторные сразу в трех округах – Сысельском, Усть-Куломском и Ижинском уездах. Спустя 9 лет, благодаря массированной пропаганде, ярмаркам и праздникам, которые стали проводить день выборов, ситуация изменилась в корне. В 1930 году в выборах в советские органы власти по Коми автономной области приняли участие 54,6%. В 1934 уже 82,9% избирателей. И это при том, что часть населения Коми была ограничена в избирательных правах. Так, с 1926 по 1927 годы каждый десятый житель Усть-Сусольска был лишенных. У историков на этот счет есть несколько объяснений. Во-первых, в отличие от районов, в главном городе Коми тогда было гораздо меньше людей от Сахи, а больше так называемой интеллигенции. То есть самая, чья деятельность могла идти вразрез с политикой нового государства. Вот, например, я специально открыл книгу на анкете некоего Попова, который возбудил ходатайство о восстановлении его в избирательных правах. В частности, он пишет сведения о своей биографии и приводит указания по анкете, в связи с чем его лишили избирательного права. Очевидно, это то, что в Красной армии он не служил, имел по призыву 21-го года отсрочку, а в Белой армии служил 4 месяца и освободился сам. Факт службы в Белой армии расценивался как аргумент для лишения избирательного права. А таких примеров было много. Человек мог послужить в Белой армии всего две недели, и то случайно, а нелицеприятный факт биографии остался. Ущемлены в правах были также офицеры царской армии, бывшие дворяне, священники и купцы. Мне кажется, что здесь эпоха, она отражена в каком плане? Все-таки был определенный энтузиазм, надежда на лучшее. Этим всегда, наверное, человек живет. И часть людей уже страдали, уже лагеря начинали возводиться, особенно если брать после 1934 года. Ну тут, правда, 21 февраля 1934 года, это письмо, о котором я говорил. Но все-таки была надежда на лучшее и так далее. Надежда на справедливость, как сказать, счастье, достаток. Как это понимала основная масса населения, по крайней мере, на севере. И когда часть людей лишали в правах и лишали, в том числе, имущества, конечно, это было обидно. Особое отношение в тот период было к женщинам. Это очень интересно было читать, потому что через запятую перечислили различные категории населения. Например, крестьянин, батрак, рабочий, служащий, женщина. То есть, вот как будто бы это один смысловой ряд. Но вот именно к женщинам было особое отношение, и их особо привлекали к выборам, и настаивали даже на том, чтобы именно женщин избирали в депутаты. Все это связано с идеей всеобщего равенства, которое в то время витало в воздухе. Любой гражданин страны должен был иметь не только право, но и возможность осуществлять законотворческую деятельность. Прекрасные дамы веками были лишены этого. И вот кардинальная перемена. Политическое равноправие демонстрирует справка за 1924 год. Из сообщения область полкома Коми автономной области в Центральное управление НКВД об отношении населения к выборам. В Усть-Вымском уезде из 483 делегатов 17 женщин. Несмотря на забитость женщин веками, проявляется в женщине желание участия в общественных работах. Действительно 17 женщин из чуть менее чем полутысячи делегатов, это на тот момент достаточно приличное число. И действительно это правда, ну может быть не в столь литературных формулировках про забитость женщин, но действительно женщина, она, как известно, хранится на башне ночега, и ей интереснее проблемы семьи и воспитания, чем проблемы жизни в стране. Именно то самое участие – это еще одна из причин, по которой женщин в ту эпоху стали активно привлекать в политику. Давно известный факт – мужчина мыслит рассудком, женщина – сердцем. Для политики, возможно, именно такое сердечное отношение к собственному народу и государству, по мнению власть имущих тех лет, казалось более полезным. Впрочем, столь дотошным проведением выборов в тот период руководства все же было не всегда. Так архивные документы фиксируют множество различных ошибок. Это поздняя рассылка повесток и выбор неудачных сроков избирательных кампаний. Причем занятость населения на сезонных работах была вполне предсказуемой. Не обходилось и без курьезов, вполне житейских. Так в отчете избирательной комиссии за 1928 год говорится. В Сысельском уезде ряд лет страдала пажга. Кто не попал в исполнительный комитет, все оказывались пьяницами. Сей год же в состав исполкома, по крайней мере, рабочий аппарат попал вполне работоспособный, из трезвых людей. Надо учитывать, ведь это все начиналось, кадров готовых не было, курсы никакие не проходили. Это вот как бы свалилось обвально, особенно, скажем, в 20-е годы. Плюс вроде чувство свободы, некой такой собственности благополучия и так далее. И вот, наверное, так и было. А эти люди, может быть, отчасти оказались в данном конкретном случае более инициативные, более на виду пожелавшие. Остальные, может быть, присматривались и так далее. Эта ситуация, она не была сплошной. Вот именно в таких деталях и ценность этого издания. На основе этих примеров перед глазами людей предстает картина той эпохи. Времени неспокойного, сложного, но при этом читатель видит, даже в отдаленном северном крае, далеком от политических перипетий, население отличалось высокой гражданской ответственностью. Оно ценило свои избирательные права, боролось за них и в целом за благополучие всего родного края. Любовь Лапина, Василий Янин, Владимир Шишкунас. Об итогах сложного аналитического труда историков. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Всего доброго и до встречи.